Расскажите, как обстоит ситуация с рынком недвижимости в Алтайском крае? У нас на самом деле очень интересная обстановка с недвижимостью в Алтайском крае. Конечно, фаворит – это город Барнаул, который каждую неделю, каждый месяц проходит какие-то исторические максимумы. В декабре месяце мы преодолели отметку 130 тысяч за квадратный метр на первичном рынке за жилье, до 20 с небольшим квадратных метров, мы перешли отметку спроса, оттока спроса на первичный рынок, когда наши уважаемые клиенты говорили, зачем мне покупать за такие дорогие деньги квартиру на первичном рынке, я могу купить дешевле за квадратный метр квартиру на вторичном рынке, но с ремонтом в свежем доме. То есть это дома только что сданные, или год, или два, или три. Однако сегодня ипотека на вторичный рынок, которая начала двигаться в сторону увеличения процентная ставка, тоже притормаживает этот спрос. И мы наблюдаем сегодня некоторое такое охлаждение спроса по первичному и вторичному рынку. На первичном рынке пока еще поддерживается история тем, что, во-первых, льготная ипотека все-таки под 6%, и, во-вторых, в том, что новые ЖК выходят, и есть уверенность у наших инвесторов, клиентов, что они еще смогут отбить эти проценты, эти деньги и заработать на этом. По вторичному рынку пока идет такой выбор из того, что есть. На самом деле квартир не так много выставлено сегодня на вторичном рынке, и продавцы межуются, то ли им сейчас продавать, то ли еще чего-то подождать. А подождать мы пока тоже не понимаем чего, потому что в первую очередь мы предполагаем, что будет некое затишье спроса в определенном формате, что будут проходить эти исторические максимумы путем осознания, надо ли мне сейчас продавать или подождать какого-то другого периода. Поэтому сделки все равно идут, спрос все равно есть, но просто нет ажиотажа. Мы сейчас с вами работаем просто в спокойной, уверенной обстановке. Выставили объект недвижимости, неделя-две нашелся покупатель, вышли на сделку, продали. И так постепенно работает сегодня первичный и вторичный рынок недвижимости. То, что касается других городов, у нас особыми, скажем так, после Барнаула лидерами является Бийск и Белокуриха. По Бийску цены тоже откорректированы и выросли за этот период времени, за 2021 год. Спрос есть, но там объектов немного. В Белокурихе был какой-то период времени, что не было строящегося жилья, покупали готовое жилье, и там всегда цены были чуть выше, скажем так, цен такого провинциального курортного города. Поэтому по Белокурихе все спокойно, все стабильно. В основном покупают из других регионов люди, которые хотят там провести свою, ну скажем так, вторую часть жизни более спокойную, без гонки на работу. В чем причина такого резкого скачка цен? Ну, в первую очередь спросом. Спрос был подогрет, первое, это самой ценой, что сама цена каждый квартал поднималась, в первую очередь, на первичном рынке. Когда застройщик, выводя новый квартал на рынок, ставил цену дороже, чем уже существовали продажи в других кварталах. И человек, понимая, что он не успевает сесть в эту электричку, ажиотажно начинал приобретать инвестор в этих домах квартиры. Второе, мы понимаем, что идет все-таки инфляция, и мы понимаем, что обесценивание рубля влияет на то, чтобы люди спасают свои деньги. Они берут первоначальный взнос минимальный, 15% вкладывают, берут ипотеку, которая продолжает существовать под 6% годовых, а то и меньше с акциями из банка и застройщика доходит даже 0,1% и 1% где-то по некоторым ЖК. И, конечно, вкладывают деньги для того, чтобы сохранить эти деньги. Ну и третье, это, в принципе, спрос на то, что хочется жить в новом жилье. Если мы говорим об однокомнатной квартире, то в начале 2021 года на первичном рынке квартира стоила 1,7 млн. Сегодня такая квартира стоит 2,5 млн. То есть в среднем поднялась она на 900 тысяч рублей, там на 800, на 900 тысяч рублей. Квартиры премиум класса очень по-разному оценены. Можно найти 100 тысяч за квадратный метр. Кто-то оценивает за большие деньги какие-то, обосновывая, что квартира вся готовая к проживанию, и нужно тратить еще время и деньги на ремонт. Ожидается ли в этом году еще больший рост цен на жилье или спад? Со стороны инвесторов, конечно, есть желание, чтобы цены еще росли. Со стороны, наверное, застройщиков есть адекватные желания роста, потому что удорожание стройматериалов, стоимости земли, которую вы вынуждены приобретать застройщики сегодня, цепляет за собой удорожание квадратного метра. А со стороны обыкновенного покупательского спроса, конечно, есть желание, чтобы цены немножко откорректировали в сторону понижения. Все будет зависеть в первую очередь, я считаю, что от экономического положения вообще в целом Российской Федерации. Если продолжится такой же рост инфляции на отдельно взятой категории нашей жизни, слоидом, то рост будет продолжен. Но, наверное, не такими темпами. Если все-таки стабилизируется экономическая ситуация, и в том числе в Алтайском крае, то, наверное, все успокоится, и цены будут стабильно, адекватными, или расти будут в рамках той минимальной инфляции, которая будет заложена вообще в нашей экономике. В связи с чем выросла стоимость на аренду жилья? Арендный рынок жилья в Барнауле был представлен в основном квартирами, скажем так, бывшими в употреблении. И спрос на эти квартиры был... То есть человеку приходилось выбирать из того, что есть, и он платил какие-то небольшие деньги. Через некоторое время на рынок стали выходить квартиры от инвесторов, которые вкладывают деньги в первичный рынок, тратят деньги на ремонт, на качественный ремонт, и, соответственно, оценивают свою недвижимость в части аренды уже по другой стоимости. И таких квартир стало выходить много, потому что дома новые сдаются, ЖК новые вводятся в эксплуатацию, ремонтируются эти квартиры и предоставляют уже больший, лучший спектр услуг в этой квартире, сервис. И поэтому эти квартиры стали оцениваться дороже. Квартиры бывшего употребления стали подтягиваться к этому. И сегодня, опять же, влияет на аренду квартиры та ситуация, что человек задумывается, а брать ли ему ипотеку на вторичный рынок по ставке 10 и выше годовых, нежели сейчас какое-то время поснимать квартиру в аренду. А опять же, от спроса на арендованное жилье реагирует рынок поднятием арендной платы. Такая тенденция на рост стоимости, она по всей стране или локально в каких-то регионах? Резкий скачок произошел по всей России. Это связано в первую очередь все-таки от экономической составляющей, плюс спасение, так скажем, денег населения. Поэтому рост произошел везде. Во многих городах он произошел так же рекордно, как у нас. Есть отдельно взятые регионы, где рост превысил не на десятки тысяч, а на сотни тысяч за квадратный метр. Поэтому, скажем так, стагнация все-таки по ценам произойдет в тех регионах, у которых наименьший спрос, в принципе, у населения. Я думаю, что это больше провинциальные города по России и регионы, в которые не часто едут в большое скопление людей. То есть города-миллионники, наверное, вряд ли на себе испытают резкое падение цены или резкое падение спроса. А в городах, в которых наименьшее, скажем так, пребывание нового населения, они, наверное, испытают определенную стагнацию как минимум. Продолжение следует...